Ну, а перед нами Бельбина Госта. Они катаются под Авамарию и под Россини. Давайте посмотрим, что это за программа. Её ещё никто не видел. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Ну, вот как вы, Пётр, и хотели. Вполне себе драматический танец со смыслом Танит Бельбина Бенджамина Госта. Да, не могу не отметить гениальную работу Натальи Ленинчук и Геннадия Карпаносова, гениальных тренеров. Но, вот вы знаете, если по сравнению с хорошей готовностью к сезону Яна и Сергея, вот эти спортсмены не производят впечатление именно готовности на данный момент. Ибо была сделана грубейшая ошибка, они полностью не исполнили вторую часть комбинированной поддержки, не удалось Бельбин стать на ногу своему партнёру. Вот, в общем, была такая серьёзная ошибка, которая приведёт к потере около четырёх баллов, хотя, безусловно, задумка Натальи и Геннадия гениальна, программа интересна. Естественно, но спортсменам не удалось этого показать. Тем не менее, было красиво, некоторые поддержки мы даже один раз... Вход был шикарный, вот он, вот он, вот он, да. Шикарный вход абсолютно. Такого не было. Такого не было, да. Нужно отдать должное, опять-таки, Наталье Ленинчук, как гениальному находчику всяких гениальных находок. Добытчику. Добытчику. Вот она, вот срыв поддержки. Видите, должен был быть Бельман, но не смогла партнёша стать на ногу партнёру и исполнить сложную позу. То есть, войти-то вошли, а потом был перейти... И там же, где вошли, там же и остались. Да. Вот это красиво, кстати. Да, непонятно, каким образом удается партнёру удержать партнёршу. Но, тем не менее, вот эта провозка полностью компенсирует недостатки, ибо очень красиво на ходу. Вот это? Да. Красиво. Симпатичненько, правда же? Да. Напоминает что-то такое, корабль, паруса, она впереди. Ну, неважно. Практически Титаник такой. Да, много образов всяческих рождается. В нашем с вами воспалённом музыке. Особенно в моём. Много просто очень фигурного катания за последние несколько недель. Хотя, говорят, что его слишком много не бывает. Так ждём оценки. Мне очень интересно, что же произойдёт. Ну, произошло, конечно, то, что они выиграли произвольную программу с огромным отрывом. Да, 95 баллов – это на 6 баллов больше, чем у Федерико Фаэлла и Массима Скалли. И на 8 баллов больше, чем у Хохлова и Новицкого. То есть, если бы не срыв этой поддержки, было бы баллов на 15, я так понимаю. Кстати, я забыл сказать, что Яна и Сергей, мы как-то не обратили на это внимание. Проиграли. Они, да, уступили оригинальный танец Фаэлле и Скалли по технической оценке. А по компонентам выиграли. Ну, вот это сказываются эти два балла, которые получили Яна и Сергей. И очень бы хотелось понять, за что они были выставлены. Но, тем не менее, они по компонентам выиграли у Скалли балл 10 примерно, да? Да, где-то так, балл 23. Балл 23, прекрасно. А у Танит Бельбина и Бенджамина Госта они проиграли им 3-4. Тем не менее, мне непонятно. По компонентам. Мне непонятно. Техническая оценка у Таниты и Бенджамина. 48-10, что на 2 балла больше, чем...